Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги-корреспонденты Народного ТВ расскажем, какие события произошли за минувшие 7 дней, чтобы вы были в курсе. В апатитах посмертно награжден Орденом Мужества Валерий Соколов, погибший 21 июня 2022 года при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. Вот он, Валерий Соколов. Родился 24 июля 2000 года в Кандалакше. В 2020 году окончил Апатитский политехнический колледж имени Голованова. В четверг награду отцу Валерия Вячеславу Валерьевичу вручила военный комиссар военного комиссариата городов Кировской Апатиты Наталья Великанова в присутствии головы города Светланы Котельниковой. Мы сегодня вспоминаем и чествуем вашего сына Соколова Валерия Вячеславовича, который, понятно, что он ваш мальчик, но мы сегодня говорим о мужчине, который доказал своим, мы считаем, что подвигом, когда он сам, когда принял решение, что он будет защищать свою родину. И, к сожалению, 21 июня Валерий погиб. Я думаю, что мы сегодня говорим искренние слова благодарности вашей семье, конкретно вам, как папе, за то, что вы воспитали такого сына. На этой неделе в Мурманской области состоялись учения по гражданской обороне. В рамках учений в Кировской Апатитах, как и во всех городах региона, проверили системы оповещения. Население запускали электрические сирены и громкоговорители. Учения прошли под руководством губернатора региона Андрея Чиписа. О ситуации в Апатитах высказался глава администрации Николай Бова. Учения по гражданской обороне, то, что вы слышали, вой сирены и так далее, это проверка системы оповещения. Учения проходят под руководством личного губернатора Мурманской области. Будут продолжаться они до конца дня. И слава богу, что пока все идет по плану. В Мурманской области установлен новый минимальный размер заработной платы для отдельных категорий медицинских работников. Об этом сообщил губернатор Андрей Чипис. Речь идет о специалистах первичного звена служб скорой медицинской помощи, отделении анестезиологии, реанимации и операционных блоков. Насколько и у кого повысятся зарплаты по телефону нашей редакции, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. В первичном звене это амбулаторка, врач будет получать не менее 54 тысяч на ставку, фельдшер не менее 47, медсестра не менее 41 тысячи. В скорой помощи врач не менее 88, фельдшер не менее 47, медсестра не менее 41, санитар не менее 38. И новые категории, это операционные сестры и медсестры анестезистские. Они от 50 тысяч рублей при работе на ставку. Глава регионального Минздрава подчеркнул, минимальный размер заработной платы увеличен для тех медработников, кто трудится на одну ставку. Меньше отзвученного Андрея Валерьевичем размером по этим категориям люди не будут получать. Важно также добавить, что у нас на ставку редко кто работает, поэтому, безусловно, зарплаты будут пропорционально выше на тот кейсцент совместительства, который по факту в том или ином учреждении у этих работников присутствует. На озере Имандра приостановлены поиски Сергея Целищева из-за ледовой обстановки. Напомню, 31 октября мужчина вышел на воду на сапборде в районе поселка Тикубай. С тех пор его местонахождение неизвестно. После становления льда поиски продолжат и потребуется помощь волонтеров, водолазов со снаряжением, добровольцев с бурами, бензопилами и подводными камерами, владельцев зимних палаток с обогревом. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Северспас» на своей страничке в социальных сетях. Учитель Апатитской школы стала победителем Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель». Вероника Дмитриева работает учителем начальных классов в школе номер 4. На этой неделе педагог побывала в студии Народного, ответила на вопросы моего коллеги Константина Рычкова. Давайте посмотрим фрагмент. Какой путь довелось в целом пройти, чтобы победить, я напомню нашим телезрителям, во Всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый учитель»? Действительно, путь был долгий, трудоемкий. На первом этапе необходимо собрать портфолио и представить жюри свои дипломы, дипломы своих учеников, сертификаты, различные удостоверения, повышение квалификации. То есть нужно действительно показать себя со всех сторон, то есть насколько ты действительно хороший специалист и профессионал. На следующем этапе, на который проходит уже гораздо меньше человек, нужно создать видеовизитку, рассказать о своем проекте. В этом мне также помогло Народное телевидение, потому что я нарезала из сюжетов Народного телевидения небольшой такой видеоролик, который очень понравился тоже жюри. На первом этапе было более тысячи педагогов, которые участвовали в этой Олимпиаде. На следующем этапе было уже чуть более 90. Далее, следующий этап – это собеседование по видеосвязи с членами жюри. И после этого они отобрали 30 человек, которые и поехали на очный этап в город Санкт-Петербург, где проходил финал Всероссийской Олимпиады учителей начальных классов «Мой первый учитель». В поселке Кашево открылось первое молодежное пространство «Сопки Спорт». Открытие стало возможным благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, регионального Минспорта, администрации Кировской и компании «Фосагра». Спортивный комплекс разделен на три зоны. Первая – это гардиотренировки, беговые дорожки и велотренажеры. Вторая зона – тренажеры для силовых тренировок. А в третьем зале представлен гантельный ряд до 70 килограммов. Возраст посетителей нового пространства от 12 лет и выше, а вход свободный. Доступный и удобный – так отзываются о новом спорткомплексе жители Кашево. Для небольшого поселка открытие современного молодежного пространства – событие знаковое. Предосновый импульс развитию массового спорта. Благодаря действительной инициативе губернатора Мурманской области, правительства Мурмановской области, благодаря прекрасному проекту «На севере жить» и не менее важной помощи наших добрых друзей компании «Фосагра» и большому-большому труду специалистов, горняка и подрядчиков, мы имеем возможность открывать новые хорошие пространства, в том числе и спортивные. Ремонтные работы в помещениях, где открылись сопки «Спорт», провели летом. Оборудовали раздевалку, душевую, установили современное оборудование. Пространство разделено на три зоны. Первая – для кардиоупражнений. Здесь есть беговые дорожки, эллипсоид, велотренажеры. Вторая зона – с грузоблочными тренажерами. В третьем зале – гантели. Здесь инвентарь разного веса, с которым могут заниматься как опытные спортсмены, так и новички, а также дети. Иван Яковлев занимается пауэрлифтингом. Тренируется в тренажерном зале в Кировске. В Кашу приехал, чтобы сравнить и опробовать инвентарь нового современного спортивного пространства. Стойки нормальные, нового типа, когда шаг меньше идет. Но в целом, у нас в зале поменьше тренажеров, у нас стойка больше. Здесь стойка одна. В целом, да, хорошо. Мне нравится. Сопки-спорт – пространство открытое для всех, кто выбирает здоровый и активный образ жизни. Ждут здесь в том числе и молодых мам. Есть запрос в поселке от молодых мам, выделяя специально отдельное время для занятий. Потому что все-таки первые шаги в спорте обычно связаны с элементом стеснения. И чтобы его устранить, мы просто выделим определенное время для занятий удобных, индивидуальных. Занятия в сопках безопасны. Пространство оборудовано системами видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации. В зале работает инструктор, который подскажет, как правильно пользоваться тренажерами. Я очень рада, это просто потрясающе. Такого никогда не было здесь. И это очень, я думаю, полезно и нужно. Потому что много молодежи, молодежи заняться нечем. А в такое место, я думаю, все будут тянуть и все будут приходить. И самое главное, посещение бесплатное. Время для тренировок выбрано максимально удобное – с 16 до 21 часа. В сопке спорт открыты выходные и в будние дни, кроме понедельника. А сейчас короткая рекламная пауза, легкая, как ноябрьский снег в Хибинах. Сразу после узнаете, зачем Андрей Малахов приезжал в Кировской Апатиты в минувшие выходные. А из нашего окна скидка классная видна. Покупать настал момент суперокна «Президент». «Президент». Теплые пластиковые окна от 16 900 рублей. Звоните в 8 953 75 001. «Президент» думает о людях. Хозяйка в ларек за мясом пришла. Котлетки решила сделать с утра. Купила свининки. Ее на котлетки милое дело крутить. Говядинки вкусно еще набрала. На суп и салатик. Вкуснейший рецептик соседка вчера ей дала. А мясо проверено, вкусно, полезно. И ежедневный привоз. Экологически чистый продукт. Индустрия. Качество. Проверенное временем. Покупайте продукцию в наших торговых точках. Купила свининки. С steeplechland. Теплые пластиковые Рецептик соседки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Ура, товарищи! Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот так километр за километром Начиная с 7.30 утра Трассу ежедневно готовят к соревнованиям Руководит работами Александр Павлов Из Рыбинска Он считается одним из лучших Специалистов в России Участвовал в судействе и подготовке лыжни в Олимпиаде в Сочи на высокогорном комплексе «Лаура». В Хибины приехал по приглашению гостей. Тяжесть, она, наверное, особой роли не игра. Здесь играет роль частота. Сколько раз я проеду по трассе, и вот этими приспособлениями она и выравнивается, и в то же время она уплотняется. Поэтому преимущество дается частоте прохода по трассе, а не тяжесть. Вместе с Александром Павловым на трассах ежедневно трудятся специалисты спорткомплекса «Горняк». Николай Мороз за рулем снегохода с самого утра. Работы много. Напомню, за лето протяженность трасс в Тирвасе увеличилась почти в два с половиной раза – с пяти до тринадцати с половиной километров. Для спортсмена важно, чтобы трасса была плотная, чтобы достигается хорошее скольжение, легкое системное движение и так далее. Когда мягкий снег, мягкая трасса, то, соответственно, сложнее, тяжелее. За день сколько примерно у вас километраж? Ну, наверное, вы не считали? Я не считаю. Я только смотрю. Больше пятидесяти? Гораздо больше. Больше ста? Ну, около ста, наверное, есть. Лучшая реакция на работу тех, кто готовит трассы, а тех, кто ими пользуется? Один вопрос, не останавливайтесь. Как подготовка лыжных трасс и откуда вы? Не будем отвлекать вас. С Якутии? Хорошо? Хорошая подготовка? Классно. Все нравится. Откуда вы? С Наринманом. Хибинская гонка. Традиционные всероссийские старты на призы компании «Фосагра» проводятся на лыжном комплексе «Тирова» с 2016 года. В программу состязаний входят дистанции свободным и классическим стилями, а также спринт-классикой на полтора километра для мужчин и женщин. В этом году среди почетных гостей соревнований король лыж, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, серебряный призер или чемпион олимпийских игр Михаил Девятьяров, серебряный призер олимпийских зимних игр Александр Завьялов и бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин. Подробная афиша соревнований опубликована в группе Народного ТВ в социальных сетях. Приезжайте болеть! Торжественное открытие Хибинской гонки состоится 16 ноября. В эти выходные в Кировске состоится интересное мероприятие. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приглашает всех желающих на обучение. Впервые в регионе добровольцы-спасатели проведут инструктаж, на котором волонтерам расскажут о особенностях городского и лесного поиска. Все полученные знания затем можно будет отработать на практике в городском парке. Мероприятие состоится в воскресенье в молодежном пространстве «Сопки» на Хибиногорской, 30. На обучение приглашают всех желающих старше 18 лет. То есть человек сначала поработал с компасом, поработал с навигатором, поработал с операцией, поработал на отклик, отработал, как он будет кричать человека на отклик, отработали то, как ходить цепочкой на прочосе. То есть все это постепенно и поэтапно, и в итоге людям выдается какое-либо задание. Они идут там словно по азимуту, должны найти какой-то артефакт или еще что-то. В Мурманской области продолжается гуманитарная акция «Север помогает». Жители региона приносят вещи и продукты первой необходимости для участников специальной военной операции и граждан, которые призваны в рамках частичной мобилизации. В апатитах пункт сбора расположен по адресу Ленина, дом 8. Это общественная приемная партии «Единая Россия». На днях очередная партия вещей для участников спецоперации отправлена в распределительный пункт в столице Заполярья Мурманск. Муниципалитет ежедневно на связи с близкими участниками специальной военной операции. Каждой семье, подчеркнул глава администрации города Николай Бова, максимум внимания и персональный подход. Моя принципиальнейшая позиция – это только штучная, индивидуальная работа с каждым. Не под камеры, не рассказывать, каким это правильным. А вот индивидуально, с каждым и каждый день, слава Богу, в администрации эта система создана. И афишировать все это, это касается только тех людей, кому мы эту помощь. То ли психологическую, то ли материальную. Всякую разную оказывая, мы абсолютно не промахнулись тем, что телефоны конкретных сотрудников администрации мы отдали. У нас дня не проходит, чтобы мы не получили оттуда обратную связь. Не остаются в стороне и сами горожане. Ежедневно в пункт приема гуманитарной помощи на Ленина-8 они приносят необходимые вещи. Эта работа, она будет идти только вот общими словами, что город своих не бросает. Так же, как и область, так же, как и наш губернатор. Сбор гуманитарной помощи у нас, как был организован на Ленина-8, он так и есть. Люди приходят, люди молодцы, машину мы отправили и в Мурманск. В каких товарах первой необходимости сегодня есть потребность, можно уточнить в пункте приема на Ленина-8 и по номеру телефона на экране. Список нужных вещей опубликован также на страничке общественной приемной партии «Единая Россия» ВКонтакте и на сайте администрации города Апатита. А сейчас фрагмент из программы «Опасно для жизни» моего коллеги Михаила Лисеева. Репортаж о профилактической работе сотрудников ГИБДД с пешеходами. В паблике Народного телевидения «Ехибина» в социальной сети ВКонтакте пользователи часто задают вопрос, почему инспекторы ГИБДД не проводят профилактическую работу с пешеходами. На самом деле проводят. И вот как это обычно бывает. Резонансных ДТП с пешеходами в Апатитах и Кировске, увы, хватает. Вот одно из последних, которое зафиксировал автомобильный видеорегистратор. В октябре на улице Ферсмана Фольксваген сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по зебре. Согласитесь, выглядит жутко. Свои обязанности на дороге есть и у водителя, и у пешехода. Первый должен пропустить человека на зебре, второй – начинать переход, лишь убедившись, что его пропускают. Если бы все участники дорожного движения выполняли эти условия, аварий на зебрах просто не было бы. Однако грешат и те, и другие. Вот, например, инспекторы ГИБДД заметили мужчин, собиравшихся переходить улицу вне зоны действия пешеходного перехода. Здравствуйте, молодые люди. Необходимо с вами провести профилактическую беседу по поводу правил дорожного движения, где правильно переходить дорогу. Правонарушения пресекли, а заодно и рассказали пешеходам о том, чем чреват небезопасный переход проезжей части. В воскресенье 13 ноября Андрей Чибис проведет прямую линию. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях. В прямом эфире телеканала «Россия-24», а также «Вконтакте» и «Телеграм» губернатор Мурманской области ответит на вопросы северян. Свой вопрос можно написать в комментариях на официальных страничках главы региона. Начало эфира в 13 часов. Телефон студии, чтобы задать свой вопрос на вашем экране. Далее смотрите дневник Хибинского спортивного фестиваля. В Апатитах состоялись трехдневные баталии по меню футболу. В соревнованиях за победу боролись юноши и девушки от 7 до 13 лет. Всего 20 команд из Мурманска, Кировска, Апатитов, Манчегорска, Ревды, Оленигорска, Капдора и даже Медвежегорска. Традиционно турнир прошел при поддержке организации «Дрост» детям России, образования, здоровья и духовности. А у меня на этом все. Это были основные события уходящей недели в материалах корреспондентов Народного. Желаю вам хороших выходных. Увидимся. Играют команды Кировска и Апатитов. На поле восьмилетние ребята. Юные футболисты признаются, что Хибинский спортивный фестиваль – прекрасная возможность и себя показать, и на соперника посмотреть. Да, нравится. Нас все устраивает. Игры же там хорошие, команды приезжают с разных городов, что прикольная команда. Играть в принципе можно. Каждый игрок на поле демонстрирует полную самоотдачу. Ребята понимают – выйти на уровень профессионального футболиста можно только так, и не жалея сил и соперника. Надо хотя бы в профессиональный футбол, ну вот у меня цель – в профессиональный футбол выбить. Попасть в какую-нибудь такую хорошую команду. Хочу побольше опыта набраться на детском уровне. За жаркими футбольными баталиями вместе с судьями следят хронометристы. Они фиксируют острые моменты. Мальчик в прошлом матче через себя хотел забить. Он принял и хотел забить через себя. Даже тренер его похвалил. По итогам турнира победителями в своих возрастных группах стали апатитские команды «Юная гвардия» и «Олимп» «Дрост Хибины». А также ребята из Мурманска. Свои навыки и силу в рамках Хибинского спортивного фестиваля продемонстрировали также участники турнира по самбо – воспитанники Кировской спортивной школы. В их числе как начинающие самбисты, так и опытные спортсмены. Никита Миронов этим видом единоборства занимается два года. В активе уже есть победа на городских соревнованиях. И вот очередной успех. По итогам турнира он снова на пьедестале почета. Секрет успеха юноша не скрывает. Масса важна, но если ты будешь резко все делать, ты любого сможешь завалить. Если он будет даже по массе больше тебя, если ты будешь все резко, быстро делать и четко, то ты его точно завалишь. Поэтому, я думаю, ловкость. Надо просто уметь резко все делать, поскольку там нельзя медить вообще. Участниками масштабного соревновательного марафона помимо школьников и студентов стали также дошколята. Для многих воспитанников детского сада номер 5 города Кировска эти спортивные состязания впервые в жизни. Но юный возраст, а спортсменам всего 4 года, не помешал продемонстрировать им свою ловкость и скорость. Поддержать ребят пришли их мамы и папы, дедушки и бабушки. Игорь Лобанов болеет за любимую внучку Дашу. Физкультура, она постоянно занимается. Она на танце ходит у нас в ДК. Так что дома сама отжимается, сама растяжку делает. Так что не надо заставлять. Спортивный квест «Осенние старты» – это эстафеты, подвижные игры, много загадок и викторин. Участникам состязаний предстояло пройти немало испытаний. А самое главное – найти сундук с сокровищами. Детям нравится разгадывать загадки, ребусы, проходить какие-то испытания, чтобы дойти до финала. Это привлекает азарт. Он пришел, я больше не могу. А вот и тот самый клад, который искали мальчишки и девчонки. Спрятан он был под сказочным деревом. В сундуке оказался золотой ключ к крепкому здоровью и спортивным достижениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова